Все, погнали. Друзья, всем привет из виски отеля Voyager. Я сегодня нахожусь в Москве. И рядом со мной Сергей Халецкий, который является управляющим виски отеля, управляющим партнером. Сергей, привет. Рад тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, про концепцию отеля. Откуда она пришла к тебе и что вообще здесь происходит? Какие мероприятия? Скорее всего, всем привет еще раз. Тебе будет близка тема, как и мне, это сама Шотландия и виски. Именно из этой концепции родилось. Была много раз в Шотландии, была в шотландском отеле. Влюбляешься в саму атмосферу и, соответственно, в ассортимент виски. Наверное, нигде в других странах, как в Шотландии или в Ирландии, в отелях не представлены нигде. Я просто больше не видел. Нет, есть американские отели, но их не так много. Это такой достаточно космического уровня по ценам отелей. А в Шотландии это сплошь и рядом маленьких бутиковых отелях. И родилась идея, а почему у нас такого нету? Первое. Виски-отель это не название. Виски-отель это не просто виска стоит в баре. Виски-отель это философия и концепция. Первое, конечно же, большой ассортимент. И на данный момент 170 позиций. Именно открытых бутылок будем говорить так, потому что в баре не должно быть закрытых бутылок. Точнее, у нас есть парочка бутылок, которые мы продадим целиком. Просто они стоят хороших денег, да, и сошли. Ну, это как, например, Компас, Бокс, Мьюз. Вот, соответственно, дорогая позиция. И, не знаю, мало кто, наверное, захочет пить там драм за две-две с половиной тысячи, ну, в целом. Нет, гики могут зайти и сказать, давай, ну, хочется продать тебе всю бутылку целиком. Вот. Второй момент, как философия, это то, что попадая в такой бар, ты хочешь получить всю информацию или дать всю информацию человеку, который сюда пришел, как гость. Не просто там, как, выпей это и все. Нет. Хочется его увлечь в этот мир виски. Хочется, чтобы он заинтересовался и второй, и третий, и четвертый, как у меня буквально на днях было. Человек зашел, попробовал, потом сказал, что это очень вкусно, есть что-то еще. Я ему говорю, а давайте все-таки потестим. То есть, здесь такой момент, мы не предлагаем, как бы, в большинстве баров 40-50 миллилитров за порцию. Мы снижаем до 25, так называемым голодком шотландского. Больше разных попробуем. Конечно, да. У тебя будет возможность оценить и в дальнейшем понять, что ты, вот, больше тебе из категории. Опять же, лучше пробовать, давайте все подряд попробуем. Давайте все по категориям идти. Разнообразие, как нужно делить виски. Потому что каждый обыватель, он не понимает, что это такой океан огромный. Нельзя вот так называть виски шотландские, все одинаковые, или ирландские, все одинаковые. Они все разделены, все из 170 позиций, это разные виски. По вкусу, по ощущениям, по истории, и прочим, и прочим. Я говорю, это второй момент, что хочется увлечь человека, ему интересно будет не просто прийти в бар, в ресторан покушать, выпить, а еще и заинтересоваться, как шоу, определенность. Третий момент, то, что здесь регулярно проводятся и будут проводиться мероприятия, как вот такого формата, да? Расскажи, как раз следующий вопрос у меня был о том, какие мероприятия здесь происходили. Ну, во-первых, с привлечением собственных сил, то есть я много что знаю, много где был, и хочется это все рассказать и собрать людей. Хочу, конечно, больше новых, всех своих старых друзей, экспертов, знакомых, конечно, рад видеть, буду каждый день. Но хочется привлечь новых людей, которые не искушены в этом и хотят все-таки узнать, а что ж такое виски, и на вкус, и на цвет, и так далее. Мне кажется, вот моя сегодняшняя дегустация, она как раз именно в этом ключе. Она соизменима, да. Новые люди, новые открытия для них, потому что даже тот вечер, который сегодня у нас происходит, это 5 регионов виски в Шотландии. Казалось бы, это такая довольно простая история, но тем не менее, для тех людей, которые только начинают нагружаться вообще в историю, в тему, это, мне кажется, очень интересно. Это вот то, с чего можно начинать уже с твоей дальнейшей. Я бы сказал так, некоторые люди даже не знают, что есть регионы в Шотландии. Есть Шотландия, а может быть, даже не знают, где Шотландия находится. Тут тоже наверняка пробел надо замещать информацией. Плюс к тому, у меня уже посещают и будут посещать известные люди из индустрии производства виски. Фотографии, знаешь, как мне один молодец-друг сказал, культ личности у тебя. Я говорю, нет, просто эти люди, этих людей я знаю, они мне дали знания, они мне дали информацию. Мне хочется, чтобы вы также знали, как они мне передали эту информацию. То есть я знаком со многими производителями, и с тем же Ричардом Паттерсоном, и с доктором Биллом Ламсденом, и с производителем Маккауна Хайлен Парка, с Энди Макдавелл, то есть, не Энди Макдавелл, ну, неважно. Известные люди здесь, опять же, многие часть были, здесь был директор по развитию Лохломанда, здесь был сын производителя Килл Хомана, он же является директором по развитию. Здесь побывал глобальный амбассадор Энверхаус с новой линейкой Алл Палкни, здесь был глава дома Апрунье Коньячного, это всего лишь за месяц. Это вот я к тому, что только месяц надо открыть, чтобы у тебя такие личности... Да, ну, потому что работа была, наверное, немножко раньше проведена, и я хотел, чтобы площадка заработала уже с самого нуля, и, так сказать, место в карьер пройдет. В дальнейшем уже на январе расписаны демонстрационные встречи, и в целом будет именно такая движуха. Но это еще не все. Один из интересных моментов, как еще можно ознакомить с виски. Например, интегрировать в обыкновенную, частую личную жизнь. Все мы любим театры, все мы любим музыку, все мы любим кино, все мы любим покушать или по... в общем, с творчеством как-то связать, да. И у меня будут по выходным такие творческие вечера, они будут плавающие, или суббота, или воскресенье. Это может, например, быть какой-нибудь Unplugged концерт, музыка живая с виски, да. Пронизанная музыкой виски, да. Вот эти кантри или блюзы уже такие были. Плюс это может быть показ фильмов, каких-то интересных. Конечно же, первые фильмы будут связаны с виски пропитанной. Те же доли ангелов, или виски Галор, или самый пьяный укроп в мире, сейчас вышел Айришман. Вот эта вся тема. Хочется куда-то пойти, отдохнуть и не заморачиваться. Тем более зимними, холодными вечерами, выходные. И еще будут какие-то поэтические вечера с поэзией. Кто-то будет декламировать, кто-то свои стихием. Вот культурно отдыхать все-таки хочется приучать к этому. Слушай, классно, очень, на самом деле, интересная концепция. Я тебе желаю всяческих успехов, развития. И надеюсь, еще встретимся много раз на твоей площадке. Рад буду видеть хоть каждый день. Тем более это отель. Здесь можно зависнуть на несколько дней. Спасибо огромное. Спасибо, до встречи. Счастливо. Спасибо.